так друзья добрый день на связи максим петров и рад приветствовать вас на канале max capital где мы говорим о развитии инвесторского мышления и формирование инвестиционного портфеля который позволит получить пассивный доход сегодня я хотел бы поднять тему связанную с упражнением которое позволяет развивать мышление инвестора где-то около месяца назад публиковалось видео на канале youtube что я давал некое такое упражнение мы записывали видео связанное с тем как растянуть мышление инвестора сводилось оно к тому что нужно писать непосредственно то что ты хочешь купить что приходит сумма в два раза больше чем предыдущий день и нужно делать это на протяжении месяца на протяжении 30 дней цель этого упражнения их несколько оно очень удобно очень комфортно и оно позволяет достичь несколько целей в плане развития инвесторского мышления то есть первое оно позволяет понять что вы действительно хотите то есть записать зафиксировать непосредственно свои собственные хотелки если вы действительно добросовестно на протяжении 30 дней выполняли данное упражнение то у вас сейчас есть некий такой реестр назовем это так ваши желания ваших хотелок где-то через 15-20 дней после выполнения данного упражнения если вы это делаете регулярно дисциплинированно то многие столкнулись с такой ситуации что вы закончились желание и это вот один из плюсов данного упражнения как раз таки потому что когда мы говорим про инвестиции когда мы говорим про пассивный доход отвечаем на вопрос сколько денег нам нужно для счастья то как раз таки вот это вот упражнение но позволяет не сразу куда-то вперед думать да то есть не сразу какие-то большие цели преследовать а расти постепенно начиная там от чашки кофе заканчивая собственным самолетом и вот первое преимущество данного упражнения как раз таки во первых просто записать что хочется данное видео которое сейчас я записываю как раз таки она ответит на вопрос что дальше делать с этим реестром и так что же делать с этим реестром первое нужно непосредственно где размещены ваши мечты то есть сколько они стоят для того чтобы их в дальнейшем перенести в инвестиционный план потому что инвестиционный план как раз таки создается от целей которых вы хотите достичь соответственно во первых нужно откалибровать какие цели являются вашими какие цели вашими не являются каким образом это можно сделать то есть на уровне позволения себе то есть когда я себе это позволяет да я действительно этого хочу потому что часто приходится сталкиваться с такой ситуацией что человек чего-то хочет но эта цель не является его собственной целью то есть она не дает ему энергии она не дает энергии для того чтобы к этой цели идти чтобы к ней непосредственно двигаться с чем это связано у нас есть ну то есть в нлп это называется третий важный в твоей жизни то есть где-то в прошлом до у вас были там люди которые для вас являлись авторитетами это могут быть родители это могут быть педагоги это могут быть бабушки дедушки дяди тети ну то есть любой человек который для вас тот промежуток времени был важный который сказал слушай нужно иметь свою собственную крышу над головой и это спокойствие и поэтому получается что человек то безмерно безумно хочет иметь собственную недвижимость в том городе в котором он живет но что называется подсознание я уж извиняюсь что мы говорим с одной стороны как бы про вещи связанные с инвестициями какими-то конкретными вещами а тут вы вдруг слышите от максима петрова вопрос про подсознание но тем не менее подсознание управляет нашими действиями нашими мыслями куда мы идем и в принципе в подсознании находятся наши убеждения установки которые определяют наши действия и поэтому получается что мы вроде бы как хотим достичь какой-то определенной цели там хотим купить квартиру хотим купить машину хотим еще чего-то да но это не является нашей собственной целью то есть это есть такое понятие так называемый примерочный шопинг если вы выбрали какую-то машину то есть вы идете в автосалон вы садитесь в этот автомобиль вы заказываете тест-драйв этого автомобиля едете на нем да и выясняется что на самом деле может быть вы такого автомобиля не хотите вы хотите другого и самое главное какого другого вы тоже исходя из выполнения данного упражнения вы к этому пришли потому что на ранних этапах это был автомобиль там уровня я не знаю c-класса когда вы там на 20 и 25 день и опять-таки реализовывали свои собственные желания это были автомобили там я не знаю с класса да то есть более премиальные более престижный то есть прокатитесь почувствуйте чтобы это непосредственно было вашей энергии чтобы это действительно было ваше то есть первая задача это откалибровать ваша цель или она какая-то навязана внешними условиями опять таки навязаны могут быть супругом навязаны могут быть родителями навязаны могут быть маркетингом и чтобы казаться круто вы должны выбрать что отзывается лично вас второй момент позвольте себе стать владельцем того чего вы хотите то есть хорошая такая поговорка и не просто поговорка когда я это услышал на одном из тренингов звучало на следующем образом вам не дается цели без ресурсов на их достижения то есть если вы действительно выполнили цели и даже на 30 день написали чего вы хотите друзья я вас поздравляю это очень круто потому что еще раз вам не дается цели желаний без ресурсов для их достижения то есть если вы этого хотите если вы действительно к этому тянетесь то вы это непосредственно получите третий момент который мне очень помогает и все покупки которые совершаются мной в последнее время они проходят через призму так называемого вопроса каким вкладом эта покупка будет для меня то есть одно дело хотеть iphone условно 5 игру новый iphone иметь для того чтобы просто иметь что это понты что вы можете себе позволить купить там телефон стоимостью более 100 тысяч рублей и совсем другое когда вы понимаете что этот iphone является вкладом вашу жизнь потому что на нем есть программное обеспечение потому что на нем есть трекеры потому что на нем есть хорошая камера вы хотите развивать собственный блок потому что у него есть я не знаю какие-то спортивные приложения которые позволяют отслеживать состояние своего тела и соответственно когда вы покупаете то есть просто с неким таким вопросом то есть как изменится моя жизнь через пять лет если я совершу эту покупку в чем сила данного вопроса заключается в том что если вы задаете себе такой вопрос то у вас происходит некая осознанная покупка и даже вещь которую вы покупаете она покупается сразу с пониманием опять-таки мозгом понимания для чего она вам дается то есть начиная от того что вы можете просто удовлетворить свою собственную хотелку она в этом случае является вкладом для вашего развития я тоже вот в этом видео рассказывал каким образом лично я трачу свои собственные деньги то есть у меня есть такое отдельная статья расходов 10 процентов от того что я зарабатываю я трачу просто на себя на свои хотелки на свой какой-то интерес и это тоже является вкладом определенным второй момент связанный с тем что вы покупаете осознанно эту вещь что она действительно является вкладом и вы радуетесь вы не гнобить о себя потому что бывает такое что люди покупают автомобиль и покупают его в кредит в конечном счете просто вроде бы нравится вроде бы хочется вроде бы классно но тебя постоянно начинает напрягать ситуация связана с тем что ты выплачиваешь большой кредит что ты плачешь высокий налог что ты там не знаю платишь какие-то штрафы и соответственно там покупка перестает доставлять удовольствие если сделать краткое резюме что вы получили с данного упражнения первое вы получили реестр своих желаний второе вы должны откалибровать те желания которые есть с принципа ваше это или не ваше или это какая-то навязанная каким-то третьим важным человеком вашей жизни навязанная ваша мечта и она на самом деле вашей не является третье это так называемый примерочный шоппинг то есть как раз таки когда вы калибруете ваше это или не ваше то есть вы идете позволяйте вы совершаете полностью путь покупки до от выбора до заключения договора то есть если это автомобиль вы совершаете все действия связаны с тем что вы его купили вы пришли вы проконсультировались вы прошли тест-драйв вы оформили там не знаю договор какой-то на покупку автомобиля сделали все только не перевели деньги и после этого если вы понимаете что это непосредственно ваше вносите эту цель свой собственный личный финансовый план это первый такой большой блок который позволяет закрыть данное упражнение то есть ввести объекты материального мира в свой личный финансовый план для того чтобы понимать сколько вам денег нужно на каком горизонте времени вы хотите это получить установить сроки получения этих финансовых целей второе преимущество данного упражнения заключается в том что она как раз таки позволяет показать силу сложного процента причем без разницы какой процент это может быть доходность 8 процентов это может быть доходность 20 процентов но тем не менее суть сложного процента заключается в том что он начинает работать на достаточно длительном промежутке времени то есть он реально эффект сложного процента он сказывается только через 15-20 лет то есть когда линейный рост плавный медленный очень такой нудный рост когда он начинает принимать форму экспоненты и расти очень резко вверх то есть это происходит на достаточно длительном промежутке времени и как раз таки задачи упражнения показать то есть да в при прочих равных условиях в этом упражнении получается что доходность равняется сто процентов в день да то есть вы на следующий день получаете в два раза больше чем в предыдущий но опять таки чтобы показать силу этого сложного процента вот возьмите разбивку и из 30 дней которые вы делали данное упражнение посмотрите первые 15 дней насколько вам было просто записать заполнить эти таблички то есть как легко было потратить эту сумму и как сложно вам становилось когда деньги начали расти по экспоненте те средства которыми непосредственно нужно распорядиться соответственно в инвестициях мы получаем то же самое у нас люди сразу хотят получить там миллион на рублей миллион долларов или десятки миллионов долларов но никто не хочет уделять этому длительный промежуток времени то есть здесь идет некая обратная зависимость то есть если вам было просто первые 15 дней и сложно следующие 15 дней потому что там возможности были совершенно другие то вы должны понимать что с инвестициями все происходит с точностью до наоборот то есть раз развернутые на 180 градусов вам трудно первые 10-15 лет инвестировать да потому что вы не видите конкретного результата вы не видите как капитал начинает работать сам на себя как включается вот этот вот механизм самовозрастающей стоимости когда деньги начинают приносить еще большие деньги и как раз таки преимущество данного упражнения она как раз таки в том что если вам становится сложно после 15 20 дня тратить потому что денег так много что вы не можете их потратить то в инвестициях у вас получается если вы долгосрочным являетесь инвестором то через 15 20 лет даже от небольшого капитала ваши деньги могут расти очень и очень серьезно соответственно для того чтобы показать как это работает друзья у меня для вас подарок соответственно под данное видео будет ссылка на таблицу с инвестиционным планом в котором вы можете указать сумму которую вы можете направлять на инвестиции указать цели которые вы хотите непосредственно достичь указать норму с доходности которой вы будете работать то есть там может быть вы вкладываете деньги на банковский депозит вы вкладываете деньги в проект например в миллион долларов за 8 долларов в день где ну вот в настоящий момент три года прошло среднегодовая доходность в рублях порядка 30 процентов в долларах порядка 25 процентов то есть каким образом если вы будете участвовать в этом проекте то есть может вырасти ваш капитал если вы будете регулярно инвестировать денежные средства. То есть, как раз таки показать вот эту вот схему работы сложного процента. Это очень крутое упражнение, которое позволит действительно ответить на вопрос, чего я хочу. Второе, когда вы понимаете, что то, чего вы хотите, оно не ограничивается только объектами материального мира, потому что, если опять-таки качественно выполнялись упражнения, сумма такая, что вы можете купить практически все, что пожелаете, с теми доходами, которыми вы владеете. И вы наверняка задумались над тем, что отдавать. Вы задумались о благотворительности, вы задумались о саморазвитии, вы задумались над тем, что, в принципе, удовлетворив базовые потребности, горящие, которые есть у вас сейчас, вы приходите к тому, что хочется развиваться, хочется узнать что-то новое, хочется попробовать что-то новое, хочется отдавать. Многие люди приходят к тому, что если у них будет значительный капитал, то можно заниматься благотворительностью. И вот это вот второй такой большой блок, который позволяет закрыть данное упражнение третий блок данного упражнения сводится к тому что это был уже в другом тренинге сводится к тому что вы можете выписать из того блока большого блока ваших желаний которые вы составили лично для себя когда вы их уже отфильтровали те цели которые вы хотите достичь в следующие 12 месяцев то есть просто то есть у вас есть реестр у вас есть откалиброванные что ваше желание что не ваше желание проведенный через фильтр если я себе это позволю как изменится моя жизнь через пять-десять лет если я себе это буду позволять и третье выберите те желания этих желаний должно быть как минимум 50 штук 50 хотелок которые вы хотите чтобы реализовали следующие 12 месяцев и выстроить такую некую иерархию пирамиду от самых дешевых которые стоят не очень дорого соответственно потом идут более дорогие потом еще более дорогие и самые дорогие то есть вот что 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 стоит на вершине этой пирамиды причем выстраивать их в таком ключе что получить одну единственную цель на следующие 12 месяцев какую-то большую из списка вот этих желаний одну большую цель на пути которой вот все остальные цели они будут достигнут может быть это кажется сложно но если вы пройдете это упражнение у вас получится что есть некая такая цель локомотив которая на движение на пути к которой вы можете реализовать достигнуть все эти цели то есть условно я хочу новые компьютеры я хочу новый телефон я хочу там новые часы apple watch я хочу там новый принтер чтобы у меня был который по вайфаю работал не знаю автомобиль может быть да но в конечном счете я хочу создать некий бизнес до который бы позволил мне быть там раскрывать соб собственный способности собственные таланты и создать собственный бизнес и в этом случае тогда мне нужно пройти тренинг по составлению презентации мне нужны знания чтобы эффективно продавать и пройти тренинг по продажам и получается что если там во главе угла будет стоять вот это вот 12 месячной цели будет создание бизнеса который будет генерировать активный доход на в районе 200 тысяч рублей то по пути к достижению данной цели вот эти вот маленькие цели соответственно обучение значит онлайн значит нужен хороший компьютер с хорошими скоростями чтобы там можно было делать хорошие презентации значит это там macbook условно да соответственно нужно состояние здоровья нужна энергия и поэтому в любом случае нужно покупать я не знаю какой-то трекер до который отслеживает ваше здоровье вашу активность устанавливаете программу которая там я не знаю отслеживает ваш водный баланс да и вы пьете определенные воды получается что на пути к этой большой цели создания бизнеса вы соответственно автоматически достигаете все остальные вот такое вот резюме друзья напишите пожалуйста в комментариях получилось ли у вас по итогам данного видео отделить свои цели от не своих целей определить цель локомотив какие ощущения вы в этом случае испытываете что происходит с энергией и самое главное возникли у вас вопрос что делать дальше то есть это очень важная история потому что здесь идет работа в плоскости видения да то есть что вы хотите создать и что делать конкретно вам не нужен никакой не наставник не коуч не консультант вы сами уже знаете что непосредственно для этого нужно сделать в этом заключается плюс данного упражнения оно мне в свое время очень сильно помогло я периодически стараюсь это делать и это одна из тех историй которые может очень серьезно продвинуть в первую очередь в плане увеличения активного дохода и калибровки целей чтобы не достигать чужих целей а достигать именно своих которые дают непосредственно ресурс друзья не забудьте подписаться на канал потому что на нем я периодически рассказываю о том каким образом развивать инвесторское мышление какие лайфхаки можно использовать не очевидные и полезные и дающие достаточно высокий результат с вами был максим петров до свидания и удачи